внимание игра содержит сцены психологического и физического насилия и не рекомендовано лицев младше 17 лет всем привет вы на канале кайби и с вами екатерия и мы продолжаем проходить амнею блин когда же закончится этот чертов первый день не мне как бы сама новелла нравится но мне кажется разработчики перимудрили в плане слишком лишних событий и слишком затянули что если смотреть на просмотры то аудитория начинает скучать но с другой стороны если посмотреть в группе данных разработчиков ссылка в описании под видео там действительно многим новелла понравилась и даже кое-какие конкретные персонажи прям понравились вот ну надеюсь дальше будет полегче давайте продолжим вот поэтому вы впервые пострадаете когда придет неожиданный кризис говорит человек который всегда действует наобум по воле сердце профессор подготовил для нас неожиданный кризис фу на вас с кризисами разбираюсь я а то но ну некогда зато он любит изобретать странные задания потом долго анализирует результаты пишет статьи и пожинает плоды успеха у него неизменная схема не терни резину короче говоря мы только что отвечая на вопросы спонтанно не подключая мозг а я также от балды придумал вопросы задание выполнено напомню то что в конце серии предыдущие и лай начал моментально задавать вопросы и те кто отвечал должны были ответить быстро быстро на ответ очень вы поняли я тешил себя надежды что в процессе но он спустится с потолка на белом воздушном шаре и всех нас шокирует но не срослось ага а то видишь от твоих же страшил тем более и я бы на это посмотрела и каковы результаты эксперимента понятия не имею я записал вопрос на диктофон так что пусть но он анализирует диктофон где-то его спрятал фокусник никогда не раскрывает секретов не представляю какие выводы профессор извлечет из этой глупости тоже его знает то потом прочитаем научном журнале и лайт махнулся показывая что отмучился и больше не собирается грузить мозг вещами которых не понимает можно прослушать запись любопытно же почему бы и нет и лайт вернулся не желая показывать где прятал диктофон когда помощник профессор снова сел к нам лицо в его руках лежал небольшой серебристый прямоугольник погнали я скрывал выход выслушала собственные нелепые ответы стыдя с того как испуганно и потерянно звучал мой голос на судя по кисло имени дебра разделяла мои чувства что мы несли правда наверное да ну венцем он открестился от вождения машины дебра кинула на друг на друга ядовитый взгляд ожидая не менее ядовитый ответ но венцем несвойственной для него манере притих его опустевших глазах танцевали языки пламени и правда а точно же ты ведь спрашивал о красотке ее вел ты и я бы назвал свою ненаглядную по имени ты не уточнил да кто свое умея посчитать эту развалюха за машину попрошу без оскорблений ничего я тоже ответил какую-то глупость джоша не вообще половину вопросов не понял мне кажется или ты меня игнорировал тебе показалось какое-то время мы обсуждали наши спонтанные ответы старательно переводя результат задания шутку на лицах друзья сияли улыбки но мне показалось что в глубине их глаз притаилась недоумен недоуменная задумчивость я и сама удивлялась почему я ответила что мы приехали на такси причем здесь вообще такси ну ничего что у тебя в начале самой серии у тебя как раз таки был флэшбэк плане того что ты ехала на такси села и поехала и там авария смутная мысль заскреплялась где-то в глубине воспоминаний но ускользнула едва я попыталась за него уцепиться обычно сталкиваясь с проблемой или загадкой я записывал мысли в блокнот чем и собиралась заняться благодаря подарку илая пожелал друзьям спокойной ночи я направилась к дверям спокойной ночи или надеюсь тебя не потревожат призраки хе-хе-хе сам ты не выяснил с него же без любимого плюшевого заяца илая потребовалось время чтобы подобрать достойный ответ и я ее уже не услышала конце коридора маячил свет той части 2 этажа находился кабинет запретный черной дверью любопытно я подкрал сближение совсем понимаю что рассчитывал увидеть или услышать черная дверь оказалась приоткрыта и в коридор падала полоса света из кабинета донеси силы сбурчанию профессор не спал я благоразумно решил его не тревожит и тихо развернулся в обратную сторону опасно они опасны надо быть настороже по коже пробежала волна озноба я притаилась захваченную любопытством я ожидала продолжение увы 2 резко захлопнулась погрузив коридор в липкий мрак я вздрогнул и поспешил номер так и не рискнул включить свет что это было о чем говорил профессор опасны что или кто он рассуждал об очередной статье может на фоне затворничества у него развелся паранойя и мания преследования представив бородатого человека дико отзирающиеся по сторонам и заглядывая за мебель в поисках прият припрятанных ловушек я криво улыбнулась пора отключать фантазию все равно мои тела останутся лишь догадками ведь услышал я только парочку оборванных фраз решил не трепать себе нервы я тщательно писал о событиях дня в блокнот давайте кстати посмотрим спасибо так вау как красиво оформлено первый день во мне погода хмуро но и изредка и выглядывало солнце хоть бы не пошли в дожди впечатление волнительно эмоции зашкаливают спасибо и лай главные события дня первые лекции изучения мне вечер страшных историй огорчение дня не увидела но луна небольшая усталость здесь начинается новое приключение мысли слався и лай теперь у меня есть блокнот а без блокнота я как без рук наконец напишу что-то со мной с нами приключилась вчера мы собирались и поехали во мной старую гостиницу где питает профессор психологии учитель илая будем грызть границ психологических наук даже венцы с юний а им зачеты по психологии вообще не нужны только не обошлось без приключения как как сказал бы шен из-за плохой дороги джим винсона улетел в обрак слава богу никто не пострадал только кардель сильно перепугалась но с ней все хорошо я так понимаю тут очень всего многого принципе кто смотрел предыдущей серии могут посмотреть или же можете вот сейчас я остановилась можете прочитать что-то написано правило не ломиться в запертые комнаты не бродить ночью по территории не гулять в одиночку по заповеднику не захотеть на кухню просто так но на же сказать просто вообще не входить в кухню не тревожить профессора лекции так о карта камин классный до гердомные лучше сюда не ходить зуб даю где-то скрывается тайные комнаты и секретные двери а насчет этого я соглашусь да так часто вижу на мебели букву а ну да это собственно со мной на втором тоже находится номера думал кабинет но она может тогда был номером пять большинство комнат закрыты элементарного отцена ну ладно а здесь у нас что вау принципе для превьюшки самый раз нет мне нравится ну ладно продолжим и все же почему я называла такси спонтанные ответы ведь вырывается интуитивно правдиво хотя винсент растерялся и заявил что не у не вел машину логичный сидят вы что человек говорит не то что у него на уме а теряется и путается кризис на ситуации я точно наломаю дров за холодный блокнот я растянулась на кровати и закрыла глаза если вся неделя поездкой будет такой же волнительный и я устану записывать впечатление скорее бы завтра второй день становилось неуютно когда заповедник накрывал тьма не зря древности люди боялись ночи стенях таились человеческие страхи меня сразу вопрос разработчику почему трейлер после двух часов игры только появляется может было надо его вставить тогда когда наши персонажи пришли в амнею может быть тогда нужно было трейлер показывать или же когда уже при тем как первый день начался когда все легли спать это было бы логично кто согласен пишите в комментарии утро встретила меня ощущением холода доставшим даже через толстое одеяло я поёжила зевнула из-за огромным же нежеланием присела в кровати погода за окном не радовала небо затянули тучи но я надеялась что солнце хоть на пару часов выглядит из-за светлой серой шторы и одарит нас своими вниманием я посмотрела на часы а вот и он теперь можно официально выбраться из-под одеяла дэб просыпайся ответом послужила послужила тишина дэбра подъем и почему я не слышу твой будильник дэбра вставай до моего слуха донеслось несвязанное бормотание наполненной ненустью ко всему живому но потом дэб резко откинул одеяло и села на кровати прекрасный день к бою готова чего сидишь ли пора вставать ого сколько энергии а то я проснулась бодра свежа и готова к великим свершениям я с неохоты стала скрывать и полезла в шкаф на поиски одежды вместе с дэбром и спустились на первый этаж бризис время завтрака я готова сеть целого быка бедный желудок завтрак самый важный из приемов пищи он должен быть сытным и полезным но бык попросить попросим джоши не принести из леса добычу я не сомневаюсь с охотничьи спасло совершенно но на завтрак предпочту хлопья а не запечена на костре кабана какая жалость а вот и главный добычек к нам подошел джоши не со свежим незаспанным лицом и легким румянцем на чеках следующий раз делайте заказа заранее нам бы какие вы голодные завалил бы по дороге пару зверек по дороге откуда или куда и я говорю про свою утреннюю пробежку здорово бодрит бодрит и во сколько же ты проснулся сумасшедший шин часов пять а разве а разве не запрещалось кое-куда ходить если джоши не ходил на пробежку дебра подошла к джоши и принялась рассматривать его со всех сторон издавая при этом страны дебра что ты делаешь ищу где у него находится розетка для подзарядки энергии или хотя бы куда он вставляет батарейки пару раз со мной пробежишься и сама начнешь вставать в пять часов как по команде ничего сложного но в принципе когда я училась в университете когда пары были у рано утром каждый раз когда шла в сторону университета по парку всех те кто на физическом факультете ну как пути эти физкультуры можно так сказать все бегали пробежкой занимались вот принципе делом каждого и здоровый образ жизни это конечно хорошо иногда я не понимаю шучу что или говоришь серьезно и серьезно практически всегда практически про зверюк на завтрак я шутил слава бога не люблю ни на что отвлекаться во время пробежки вот если на ужин скорее закончить с учебой и устра что-нибудь интересное как вчерашний вечер страшилок не переживай у меня в голове всегда всегда генерируются идеи но сейчас не время думать о развлечениях что-то случилось помните я говорю что но он освободиться и познакомиться с вами только сегодня так вот момент встречи близок наконец-то не упустите редкий шанс летит его суровый облик а я отклиняюсь меня самого завалили работой постарайся там и лай и вам того же взбокнул рукой на прощание и лай исправился как джин которую призвал хозяин нифига себе я думал его не знаю по привычке нарисуют в как-то посадить симпатичнее но хотя ладно сойдет и так но нужно ждал нас стоя рядом с камином за спиной мужчины придавилась белая маркиная доска но я пока не стала изучать ее содержимое засмотрели с хозяином гостиницы я знала что но не седой ставец такого бы и лай загнал могилу в первые же дни общения но ожидала увидеть кого-то постарше должно быть профессии и правда облада немалым талантом раз достиг успеха в таком возрасте тем не менее я за в санима засомневалась что найду с будущим преподаватель общий язык у меня по коже пробежали мурашки от одного его присутствия она подавляла и угнетала когда я так вообще прижал руки груди и пей перилов профессора настолько пристойный взгляд словно ожидала от него в нападении добро пожаловать никто не ответил очень не хватало и лаясь его умением разведить обстановку и так и я собрался у вас здесь сегодня но он пронзил нас пристальным взором от которого кросс застывала в жилах чтобы вы могли мне спасти мир чего вот именно у меня такой же выражается спасти мир с радостью джоши не всегда за красивую хорошую концовку до вы избранные способны защитить человечество отныне я буду направлять ваши действия мы готовы что что это смущающая пауза затягивалась это и лай заставил вас сказать и лай предложил способ наладить с вами контакт зря его послушал так спасения мира не будет а жаль и я уже настроился честно говоря я поначалу даже поверила кое-кто в своем репертуаре прошу прощения обычно я не попадаюсь на его и манипуляции но ведь план сработал как верно подметил июня напряжение с нас как рукой сняла я поняла что могу нормально разговаривать с новым я с водовушевлением повернулась к дебре чтобы мысленно поделиться с нею радостью и только сейчас осознала что она никак не отреагировала на глупое представление срежиссированная и лаем хотя в любое другое время не применула бы выдать пару-тройкость извинительных комментариев она как-то сразу очень странно смотрят она таращилась на профессор как барана новые ворота как джошель на место раскопок как кордели на клубиничное пирожное как наверное и так понятно дебор была сражена тем временем винс наступил вперед и пожал руку хозяину дома рады познакомиться спасибо что согласились нас обучать и позволить пожить во мне разумеется я согласился не просто так и лай сказал что вы с разных факультетов прекрасно наша компания отличалась разнообразием забавно что мы так сдружились с деброй кордели я познакомилась группе и слово за слово мы стали неразлучны жаждущая активной жизни дебра таскал у нас по всевозможным вечеринкам где однажды приметила заманчивают цель для романа винсена ай-яй-яй а я на винсена хочу где-то про не получишь отношения у них не сложились скорее наоборот зато винсен познакомил нас с илая и уж рыжий ураган сумел сплотить разношерстную компанию окончательно джошель познакомился с нами когда искал по из институту людей для поездок а соглашался на лишь кордели я ну когда ли очень добрая разумеется мы с деброй присоединились к ней в общем пошло у нас привычку выезжать именно таким составом а будем стараться из воспоминаний меня вырвала бодрый выкрик дебры а друга широко улыбнулась показывает готовность к работе хотя еще недавно выдавала фразы в стиле раньше закончим раньше уйдем с веселиться а что конкретно вы изучаете расскажите о себе когда-то я преподавал в академии его я потом ушел так получил что я помогаю ему с учебой а он мне с работой родилось сотрудничество от которого каждый только выигрывает а вот значит как очень удобно они расскажете подробнее о своем исследовании вам будет неинтересно тема моих работ не настолько просто чтобы объяснить ее в двух словах и не забивайте голову и сосредоточиться на собственной учебе слова профессора звучали резко и недружелюбно но я не думал что он хотел нас обидеть как скажет как скажешь нам лучше не лезть за умные д дебри улыбка дебра была непробиваемой похоже на и сама не заметил как обратился к профессору на ты на всякий случай уточню и лайвам доступно объясню что во мне делать можно а что категорически запрещается вполне не беспокойтесь да да было дело нельзя бродить по заповеднику ночи и еще что-то там нолан одарил дебри скептическим взглядом но не стал развивать тему хорошо и если у вас возникнут какие-то вопросы спрашивайте и улая сам я не люблю отвлекаться по пустякам так что хорошенько подумайте прежде чем стучаться в мой кабинет нолан сопроводил фразы дьявольской усмешкой от которой у меня поистине пробежали мурашки после такой демонстрации я несколько раз подумаю прежде чем потревожить его покой ах да и не дразните собак лучше вообще лишний раз не подходите к вольер а что-то джоши не затеял чё так задумался джоши не заинтересован за щурой глаза к чубы это я вот а то же есть какие-нибудь вопросы что ж тогда перейдем к занятию посмотрите на доску но он отошел чуть сторону показывать текст на маркерной доске мы рассеялись на свои обычные места и приготовились получать новые знания но что с юни позже цель второго дня практики жертв приношению богу диких лесов зажигательные танцы приветствия с каждого по веселому анекдоту кто первосвязанно ты чушу проиграл штрафа 2 веселых анекдота что это такое вы точно вы так на этом месте а хотя нет у нас же они связаны с психологией все так что блин знаете мне это напомнило зайчик в начале первой главы если кто помнит там в лесу звери танцевали то же самое но тут ток но тут это добавили еще это красный шарик намек на пеннивайза что ли где тут пеннивайз а и лай но он понял что с доской что-то не так и обернулся а ничего поговорю ссылаем позже судя по зловещим ноткам в гости профессор и лай ждали как минимум тысячи адских мух наказание за баловство но он перевинул доску на другой стороне был написан нормальный план занятий если бы его испортил эти записи обычными пытками он бы нет отделался к счастью шуточки и лайк и чате растопили лед между нами и профессором так что занятие прошло быстро и оказался весьма интересным вчера мы рассматривать типы личности а сегодня пришли к еще более увлекательной теме эмоции и чувствам само собой каждый из нас что-то до испытывает поэтому лекции никого не оставим не оставила равнодушным первым делом попросил назвать разницу между эмоции и чувствами ведь их часто ставят в один ряд и считать синонимами например я испугаюсь значит испытать испытанные мною эмоции пусть страхом но она все-таки отличается от чувства постоянного страха верно до испытать в кратковременный страх и постоянно находиться под его воздействием разные вещи вы мыслите правильному русле некоторые ученые не разделяет понятию чувств и эмоций но я считаю иначе проявление эмоций кратковременное явление как было правильно сказано внезапный диспуг не есть постоянное чувство страха так что же тогда чувство нолан посмотрел на корделю ожидая ответа но девушка замаялась но наверное чувства испытают чувства испытывают длительный срок если брать упомянутое чувство постоянного страха то она складывается из разных эмоций тревоги или разрушения правильно потом но он рассказал что эмоции можно поделить на 10 типов интерес во взбуждении радость удивление горе страдания гнев ярость отвращение омерзения презрение пренебрежения страх ужас ты достичь вину раскаяние мне показалось любопытным и слегка депрессивно что отрицательные эмоции заметно превосходит количество положительное но он рассказал о способах проявления эмоции дабы у крайне заинтересовал их выражающие страсть однако и такое бывает я это показалось захватывающим и романтично но профессор быстро притушил ее порыв горой умных речей и терминов еще одним проявляем эмоции является стресс меня сильно заинтересовала это тел так как не дали чем позавчера я сама испытала немало шок от в автомобильной аварии собственно стресса называл состояние в которой человек попадая сталкивается каким-либо экстремальным условием авария идеальный тому пример кризис ситуации организм как бы берет себя в руки и готов защищаться но есть стресс слишком много организм не исправляется и наоборот лишается всех сил как сказал но во время стресса часто усиливается тревога и может даже возникнуть депрессия в общем начинал преобладать негативные эмоции хорошо что нас такое состояние обошло со стороной вчера мы собрались духом не раскисли и преодолели значительную часть трудной дороги стрессовая ситуация сплотила наши физические и нервные силы но если бы кто-то пострадал мы могли психически сломаться потом но он выдал нам листовки споры тест тестов один так и назывался стрессоустойчивость и я надеюсь у меня с этим все в порядке занятие подошло концу мы немного утомились как и сам нолан но если нам была дана передышка то профессор забрал тесты и ушел к себе в кабинет продолжать работу как только за его спину заклопнув дверь дебра усмехнулась какой интересный мужчина тебе понравился профессор деп а тебе нет он классный он напоминает он слишком мрачный вокруг него такая аура не очень дружелюбная мне кажется с ним сложно найти общий язык не суетить человека по внешности а вот тут соглашусь юний сразу видно когда мужчина мужчина в нем ощущается сила и энергия за таким хочется спрятаться как за каменной стеной или чтобы он подхватил тебя на руки и унес закат вот но он именно такой оси вы поняли дебру все поняли редко встретишь подобного мужчину все вокруг такие ненадежные и легкомысленные как мальчишки не все нравится мрачные и здоровые типажи а кто-то предпочитает улыбчивых и веселых а ты или что скажешь о новане согласно с деброй в профессоре есть что-то особенное эти женщины гостиной влете лыла как всегда принося вслед за собой дуновение веселье и азарства едва на горизонте появляется таинственным мрачный незнакомец как они теряют головы винсес понимаем по хлопу друга по плечу не волнуйся у них это временно сменю к имидж стану мрачным и таинственным не поможет элай тут дело в ауре женщины чуют фальш мой рыжий друг профессор помогает нам с учебой я очень занят весьма любезно с его стороны нельзя судить просто по внешности и у нее права то есть он не только привлекает на вас бездаличным таинственным видом но и подкупает добротой вот хитрец прекращай она не работает и лай проигнорил комментарии дебры внубре мне так смешно на его лицо смотреть ну как что скажете ты безнадежен смирись с этим предатели неудачи не вывела элай с колеи надолго мгновением спустя на его лице застыло красночил выражение я замыслил что-то обалденное у нас еще есть время до обеда готовы к великим свершениям само собой паразина с очередным витком свои замысловатой фантазии главное песнутых тестов психологии предлагаю небольшую игру друзья мои вам предстоит угадать что за вещь я спрятал элай достал из кармана небольшую бумажную коробку длиной чуть больше его ладони как-то скучно нет я ожидал большего ты разбил мне сердце не говори гоп дебра ну кто угадает что внутри пирожные нет а жаль как насчет часового механизма это что-то намек на бомбу бомба вот и блин господи я кардель и она определенно не тикает разумеется это не бомба я имел ввиду будильник нет нет совершенно неправильно зная лая там может только одно винцева обвелся к над взглядом нагоняя таинственности внутри ничего нет или говоря проще абсолютная пустота ты прав прав вполне его стиль и заставит нас сломать мозги а на самом деле там ничего не окажется ох элай а мы чуть не попаясь на эту и удочку коварный ты вудомщик ничего подобного тогда открой коробку и докажи обратное я не поддамся твоим провокациям вы с места не ступите пока не отгадаете что там хватит маяться дурью да ладно юня не бурчи юния ты назвал меня ну что опять не так и лай я взгляну на не стены часы и тяжело вздохнула пора уже заканчивать веселое при припирательство а то они грозят затянуться до обеда да да ли коробки лежит фотоаппарат у вау круто али ты забираешь главный при сегодняшней викторине поздравляю кардели торжественно закопала в ладоши как ты догадалась далее как похоже ты не сомневалась вот эти ни на секунду ты обладаешь чудесным данным видеть сквозь предметы тут не надо быть детективом и лая у тебя на шее висит пустой чехол от фотоаппарата так и получилось что и лай позвал нас всех удивительный красоты мест где можно подышать свежим воздухом и сделать несколько фотографий на память больше всех радовался джошине да ему волю он бы не только устроил фотосессию но и разложил на кого-нибудь поляне лаги и остался ночевать в палатке несмотря на холодные осенние ночи было сложно перебираться через поваленные деревья и обходить бесконечные рытвины мы с дэбри нам учились неудобных сапогах а вот кардель я вышагивал на удивление энергично она хоть и выглядел хрупкой но казалось выносливой в отличие от юни на запахалась достаточно быстро и лайки время комментировал наш путь территория гостиницы окружает забором так что попасть на туристический маршрут можно только через главные ворота а дальше смотря какую экскурсию вы выбрали маршрутов было несколько на любой вкус я думаю на этом закончим всем большое спасибо за просмотр ставьте лайки обязательно подписывайтесь на мой канал и оставляйте комментарии всем большое спасибо всем пока